Это очень почему-то подозрительно, сегодня здесь мало людей. Вот такие флаги у нас тут висят. Называлось это йогурт для папы. Так вот, очень много. Это был чей-то спецзаказ. Куда эти к дамы едут? Здесь, как всегда, мы заметили, что блогерство это очень заразная штука. Это из серии «Непонятно, но здорово». Самый крутой салат на планете. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ирен Сегал. И я приветствую вас сегодня в своем новом влоге. И этот влог у меня будет называться «Стиль жизни Израиль». Или «Израиль как стиль жизни в общем». Пару слов о моем стиле сегодня. На мне белая льняная рубашка. Потому что в такую жару я не могу воспринимать вообще практически никакой цвет. Только белый. И, конечно, волосы пришлось собрать сегодня в кучок. Опять же, потому что жарко. И никакая другая укладка не держится. Я уже в Рамадгане. И как-то очень почему-то подозрительно сегодня здесь мало людей. Обычно вот на этих переходах, к которым я сейчас подхожу, просто стал потворение. Сейчас зайду, куплю свой любимый ледяной кофе. И три минуты, и я на работе. Удивление дня или удивление сегодняшнего утра. Это в магазине. Было обнаружено, как, наверное, в 90-х, в 2000-х, я помню, продавались такие маленькие пластиковые стаканчики, как йогурт. И там была водка. Называлось это «Йогурт для папы». Так вот, друзья, вот этот йогурт я сейчас увидела в магазине. Ну и, конечно, кофеёк. Вот такие флаги у нас тут висят. С позавчера. Расскажи, это Рафаэль, наш знаменитый ювелир. Расскажи, что ты делаешь. Вот я смотрю, что ты делаешь. Видишь, мы сделали такой кулон, подвеска. Тут у нас такой череп, листик. Я сюда припаял зубки. Вот они. Отсюда будут видны лучше. Посмотрим, вот сюда. Вот здесь, вот. Ух ты, как видно. Как называется этот аппарат? Это аппарат, который делает лазерную пайку. Он очень упрощает нашу работу и добавляет четкость. Вот. Теперь мы вот сюда вот хотим поставить вот в эти глазки, вот рубина. Скоро будет готово. Можно будет сфотографировать, показать нашим друзьям. Друзья, покажи нам, что получилось. Бисмарк. Ручной работы. И вот то, что у нас получилось. Сейчас покажу. Ну дальше. Супер. Это рубины, да? Это рубины натуральные. Золото. 585-й пробы. Это был чей-то спецзаказ? Да. Вот наш магазинчик. Рабочий день закончен. И здравствуйте. Выходные. Лечу домой. Прямо бегу, спешу. Задержалась. Кто тут маму встречает, а? Кто это? Нюся, я вот она, приехала. Нюся немножко от радости растерялся. Он долго меня ждал, встречал. У него такой ритуал каждый день. И немножко что-то он задумался. Здравствуйте. Вы ждете кофе или виски? Или чай с булочкой? Что вы хотите? Доброе утро, друзья. Не прошло и 100 лет, как мы выбрались гулять. Сегодня выходной, пятница. Гудайте, куда мы едем. Это наша парадная. А едем мы в Тель-Авив на яхту. План был таков. План был лежать дома, отдыхать, ничего не делать. Но прозвенел звонок, и нас опять пригласили на яхту. Так что мы на яхту сейчас заедем, возьмем туну, потому что у нас такой обычай. Но вы в курсе, смотрели предыдущие влоги. После выхода в море Саба Шимшин делает салат из туны. С этим. С тхиной. Туна с тхиной. Ну, в общем, такой каламбур. Сейчас в магазин и мчимся в Тель-Авив. Классика жанра. Уже классика жанра. Пробка в Тель-Авив в пятницу. Все, как это выглядит. Мы доехали до Тель-Авива, наконец-то. Простояли во всех всевозможных пробках. Нашли хорошее место для парковки. И сейчас мы бежим в яхту. Выбелись. О, ты отлично выглядишь. С двумя рюкзачками. Мы сейчас идем по улице Бен-Гуриона. Это наша любимая улица в Тель-Авиве. И здесь, как всегда, огромное количество гуляющих с собачушками. У тебя какой? Шоколадный шоколад в шоколаде? А у меня банан в шоколаде. Вот так. Романтично. Это из серии «Непонятно, но здорово». Вот там все гремит. Зачем хорошая музыка. Бьёнс сейчас. Гай. Так, народ в отеле, в бассейне заседает. Ну что, ты забложил? Ну что? Хочу вам заметить, что блогерство – это очень заразная штука. Сто процентов. Смелая собачушка. Что у вас там? Здесь находятся катамараны. Вот здесь находится ширутим. Или по-русски тубзик. О, такой у меня стиль. Интересный. Качает. Но не укачивает. Я, наверное, уже привыкла. Я уже тоже, как яхтсмен, мне не страшна морская болезнь. Но это не точно. Ребята, как пингвинчики, сидят на досках и ждут волну. Вот он. Не, оставься, оставься. Максим, что можешь, это дуть не стоит. Дуй. У меня такое ощущение, что я все-таки слегка подгорела сегодня. Не точно. Пока дул ветер, казалось, все прекрасно. А сейчас... Я приду. Да. Ну, буду завтра уже коричневым. Или не буду. Или буду в Волдыриках. Самый главный ритуал выхода в море. Это после выхода поесть... Да, это финиш хим. Салат-синдром. Компоненты. Это лук. Салат-синдром. Это фирменный, запатентованный сабай шимшином салат. Это тхина и туна. Туна у нас сегодня два таких рина. Мать. Так, значит, процесс. Лук добавляем в туну. Потом добавляем тхину. И это самый крутой салат на планете. На этой лотке. И теперь... Оп. А есть это нужно обязательно с питой. Да может пострадать здорово. Да. О, смотри, какая красивая ягодка. Здесь девчушки собрались побухать. Судя по всему, прибух... Друзья, смотрите, какая красота. Ну как это можно не любить? Здесь закат, яхты, море. Друзья, ну а я продолжаю свой влог под названием «Израиль как стиль жизни» или «Стиль жизни Израиль». В общем, оставайтесь со мной. Мы продолжаем. Приключения... Наша уже знакомая точка. Ориентируемся по пиву. Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Следующий день, опять выходной, суббота. И уже по сложившейся традиции мы приехали в Батьян. У меня так платья красиво раздуваются. У меня сегодня день без макияжа. Вот я решила просто вообще от слова «совсем» не краситься. Натуральность — наше всё. Принято волевое решение всё-таки купить на пляж пиво. И мы в магазин. Море сегодня, как всегда, восхитительное. Интересно, много людей. Сейчас проверим. Здравствуй, море. И так вроде людей нормально. Да, друзья, ну волны сегодня, скажем так, конкретные. Правда, пока чёрные флажки не стоят. Но я думаю, что вот эти таблички, которые везде, каждые 5 метров, они означают, что купаться сегодня нельзя. Ну вот смелые парни с доской решили отправиться к плаванию. Это новый купальник, и его всё-таки нужно выгулять и выплавать в нём. Поэтому, несмотря на вот эти вот волны, я иду выкупывать новые купальни. Идём. Заплыв сезонный. Конечно, купаться небезопасно. Потому что вот именно эти волны, мне, кстати, рассказывали на работе девочки, их засасывало в море. Они создают такую воронку. И ты вроде плывёшь на берег, а на самом деле тебя уносят. Вот так многие здесь тонут, кстати, друзья. Но это не про нас, мы пошли загорать. Ну, загорались. И сейчас меня посетила гениальная идея приготовить овощи в пите. Я вам всё покажу. Это должно быть просто супер. Потому что это будет нежная, воздушная пита, наполненная баклажанами, перчиком. Что ещё у нас есть? В общем, всеми овощами, которые есть у меня в холодильнике, чесночок, помидорки, всё это будет затёрто сыром. Идём быстрее домой, я уж так это хочу. Друзья, на связи. Сейчас увидите супер крутое блюдо для лета. Опять какие-то дети. Экстра бегают. Я всё соединяю. Значит, я пожарила баклажаны. Я пожарила перец. Свежие помидоры. Не жарила. Лук, чеснок и зелень. И сейчас я всё это заложу в питу. Вот эту красоту. Чуть не забыла. Ещё добавила одну столовую ложку майонеза. Закладываю в питу. Чуть-чуть добавляю тхины. Буквально чуть-чуть. И всё это отправляется в духовку. Как красота получилась. Субтитры сделал DimaTorzok